Труман. Моя история жертвы пси-террора, гангсталкинга. Я Попов Александр Шуз и Труман Шуман, как меня нарекли сталкеры-псиопы, с города Королёв Московской области. Являюсь жертвой пси-террора, гангсталкинга, кибертеррора, травли. Я Чёртов Труман, как из кинофильма Шоу Трумана. Меня узнают на улице, видели где-то, но никто ни чертами не говорит. К тому же, в связи с этим, я тянула с собой семью, знакомых, тех с кем контактирую. И, как ни странно, это может показаться тех, о ком даже думаю. Я в обработке. Я живу в Королёве, учился здесь, рос здесь, работаю. Я, как и мои родители, тёзки, мастер по ремонту. Мне 30 лет от рождения. У меня семья из шести человек, родители, два брата, сестра. Как мне сейчас понятно, я привлёк внимание сталкеров осенью 2009 года. Когда впервые увидел их, я не помню их имена. Но так как они все операторы и подключены ко мне, это называется V2K, синтетическая телепатия, голос черепа, аудиальный эффект, то я знаю, что первый гнусавый, а второй гильгамеш. После той встречи возле окон моего дома стали собираться люди и обсуждать меня. Но так получилось, что я переехал через пару месяцев. Тогда, выходя из дома, я слышал, вот он. Мы переехали на улицу Мичурина в Королеве, а год спустя на ту же улицу, в дом 16, в квартиру 37, где мы проживали до ноября 2018. Псиоп гнусавый говорит, что работаю с гильгамешем более десяти лет. Я уже понял, что живу под колпаком, причем более десяти лет. И получается, что за все время клепали колпаки там, где я бывал. Работать, значит, являться спецагентом, причем двойным, МВД и ФСБ. Имеет спецвозможности, спецсредства, спецоборудование и доступ, в том числе к базам. В основном сидят за компьютерами, ноутбук спецслужб. Постоянно смотрят, следят, записывают. Знают то, чего не знают обыватели. Пользуются таким инструментом, как чип галька шести уровней. У двух последних уровней. Интересные возможности. Пятый позволяет перехватывать управление речью о шестой движениями. Чип – это наночастица, оседающая в мозгу, попадает через кровь. Позволяет при помощи их спецкомпьютеров наблюдать мысли образа человека, слышать то, что слышит человек, записывать это, общаться с ним и показывать ему образы с компьютера. Во мне точно пятый уровень и, вероятно, третий. Чипа галька. С пятым, ФСБ наблюдает мысли образа за три секунды до осознания. С третьим за полторы секунды. Чип этот в основном в эпифисе, то есть шишковидной железе, в подсознании. Когда ФСБ использует пятый уровень, то образно происходит как бы потухание сознания и оператор говорит устами чипированного. Главное в этом случае не открывать рот. До этих чипов они использовали тарелку. Она также дает возможность смотреть мысли образы и из глаз. Технологии, которыми они владеют, никогда не дойдут до обывателя. Скольких они подвязали в психотронную мафию из-за меня. И моих, чтобы не помогли ничего не раскрылось, сотни. Особенно за последние годы. И это продолжается. В этой ситуации, когда ты жертва, никто не поможет. Подвязанные ничего не знают об этом. Всего этого не существует. Уверен, что за последние годы чипированы очень многие. Знакомые и их знакомые. И получается так, что я и очень многие у них в расходе. Может и те, кто потел. Так как им нужно стереть память о происходящем, чтобы никто не узнал, что происходило и происходит. Это, думаю, порядка десятков людей. Убирая, они стирают память и страхуются. В основном эти спецагенты смотрят, наблюдают, постоянно записывают. И из глаз в том числе. Есть закрытые сайты, где люди со всего мира смотрят за жертвами. Отдельно там существуют записи порнографических материалов с жертвами в хронологическом порядке соответственно. Адрес – это жилье под клапаком с камерами внутри квартиры от соседей, то есть эндоскопами. Ничего стационарного. У них имеются в записях каждые секунды жизни те, кто под колпаком. Колпак отчует с переездом, с перемещением. У них почти все под колпаком уже. Причем под стеклянным. То есть, возможностью в спецочках видеть через стены, как через стекло. А теперь представьте, что это не менее трех этажей. А теперь пол дома. Или целый дом. И так в каждом. Это, по сути, теневая структура. Те, кто под колпаком под ним всю жизнь. И не все далеко даже догадываются об этом. Их агенты – это актеры. Ими может быть и ваша пара, друзья, знакомые, соседи, коллеги. А если вы начинаете догадываться, то в ход может пойти газлайтинг. Это когда вам внушают, что да ладно, да ты что. Ну и все в таком духе. И вот люди так живут, как труманы, семьями. А если начал догадываться, то они тут же реагируют. Как в фильме прям. Таких труманов миллионы. И все смотрят за ним. 24 на 7. С ихними технологиями они живут в параллельной реальности. Их никто не трогает. Они не говорят о своей деятельности тем, кто не с ними. Их очень много. В среднем одного обрабатывают трипсиопа. А колпак – это то, что вокруг вас. То есть очень многие и очень многое. У них все фирменное. Их достатки. Есть средства и возможности. Все черное. Технологии дьявольские. Человек для них – это минерал. Они используют его по полной. Они используют паспортные личные данные. Делают документы. Берут кредиты. Транслируют даже ваши сны на закрытые сайты. Травят, очерняют, запугивают, пытаются подставить и подставляют. Завербовывают контакты жертвы. Кого не завербовали, обрабатывают. Сводят с ума, заносят инфекции, провоцируют болезни. Они психологи и знают НЛП. Они имеют перечень интереснейших возможностей и используют их во вред. Сами же хотят жить долго и в здравии. Я наблюдал, как люди говорили именно те фразы «невзначай», которые я слышал лишь от псиоператора. Точь-в-точь. Причем как бы в никуда. То есть это пятый уровень. И компьютеры с квантовыми процессорами. Только так можно пользоваться инструментами галька. Как и многими их устройствами. Чип и галька обнаружившись в мозгу можно лишь спектральным анализом. Так как это свет. Кванты и фотоны. Но вы никогда не найдете его там, так как этого не существует. Псиоп говорит, что радиус коннекта чипа от ноутбука 10 тысяч километров. Но для давления они всегда находятся рядом. Пока мы жили в квартире 37, под нами соседи сменились три раза. Явное преследование я ощутил очень 2017 года. С августа по конец сентября 2017 я общался с Темой и Светой. Я знаю, что многие ее знакомые сели в тюрьму. Дважды я встречал у нее начальника розыска. Второй раз был с ним тот, кого я видел позже неоднократно. У нее есть знакомый Руслан, жена которого сказала мне, что он работает в театре. То есть он актер. Но не в настоящем театре. Я помню, у нее был знакомый, с которым общались инопланетяне. Я уже понял, что это псиопы. У меня есть знакомый по пси-террорам. Один уже лет восемь. В 2017 году ему писали в соцсети какие-то СС. Писали, что это сила сатаны. Что вышли на него по фотографии. Моменты с псиопами у него те же. А именно они говорят при работающем телевизоре и холодильнике. Так было у меня в начале с осени 2017 года. До явного контакта. И замолкают, когда он начинает разговаривать. Уверен, он уже с галькой пятого уровня. У другого тоже вид окей. Звуки эндоскопов. Вода льется из крана с кислотой. Псиопы называют ее кислород. Мыло от нее растворяется на глазах. А кожу сильно сушит. Ему скидывают видео с адресов с вариантами единичного просмотра. Он видит этих людей на улице. Скидывали видео со мной и со съемками через эндоскопы в квартирах знакомых. Скидывали в том числе документы о набранных кредитах на его семью в размерах 4 миллионов рублей. Я узнал об этом от него в августе 2019 года. Мне псиопы о том же в отношении моей семьи сказали в марте 2019. Еще у одного тоже доводят его. Он вообще закрылся ото всех, как и еще один. Общался даже с двумя генералами МВД по поводу того, что у него происходит. Но его не поняли. Также в феврале 2017 на объекте, заказчики которого сетывали, что кто-то по ночам открывает им входную дверь для давления на психику, я работая у них, услышал голос в туалете. Я тогда не понимал, что это мог быть сосед и подумал о мною, испугался и заорал. И то ли у хозяина была прослушка, то ли ему позвонил сосед. Он приехал с вопросом, все ли нормально. Я не знал, как ему объяснить то, что слышал и сказал, что нормально. Недавно хотел зайти к ним, но они переехали. Я уверен, что психи-террор у них продолжается. Недавно я познакомился с соседом с моего дома, и тот сказал, что его травят. Также сосед из квартиры номер 8 того дома 16 сошел с ума. Я встретил его, возвращаясь домой в тот день. Он был не в себе. К утру я выглянул в окно на звук. Он стучал на голову в дверь подъезда. Мину 15 спустя приехала полиция, его скрутили и увезли. Он попал в дурдом, а там сразу же умер. Вскоре умер его отец, как мне сказали. Псёб говорит, что тот стал узнавать о том, что он чипирован и об остальном. Говорит, что его накормили в ресторане корни мандрагоры. Это послужило тому, что он вдруг сошел с ума. Те соседи, что жили под нами, переехали в двадцать восьмую квартиру, а под нас заселились сотрудники МВД, пара с ребенком. Они съехали где-то в апреле 2018 года. После них там жили парни, двое-трое, где-то до сентября 2018. Я сидел в тюрьме два года с октября 2011 по 2013. Освободившись, я ходил в полицию до октября 2014 года. Так куда? С июня где-то 2015 по июнь 2017 ко мне заходили опера уголовного розыска. Я ходил к ним в отделение. В последний раз со мной общаюсь около часа, задаваю вопросы. Часто похожие, но вероятно, не получив удовлетворяющих ответов, отпустили и более не заходили с этого отделения. В январе 2017 заходили с другого отделения. Я также приходил к ним. Там и там мне всегда обкатывали пальцы, но мне их еще до 2015 обкатывали многократно. В конце февря 2017 приходил участковый, а в январе 2018 еще двое оперов. Вообще не понятно зачем. Я уже понял, что живу под колпаком и причиной их приходов могла быть некая оперативная информация. Любимая фраза моего общего оператора. Я также понял, что за годы работы ни с чего упавшие мешки с строительными смесями, инструменты, предметы. У меня и у родителей неоднократно. Это агент в дождевике. Костюм невидимка, соответственно спецовский. Это не призраки, не духи какие-то. Это люди в дождевиках, то есть агенты. У них есть в этих дождевиках два режима. В одном из них вообще его не видно, во втором он оставляет шлейф. Шлейф этот я видел неоднократно, я такой не один. Это как в кинофильме Хищник, по ним тоже самое. Так они проникают незаметно и бесшумно. У них есть некий универсальный ключ из оглушки. Нано-материя глушащая звуковые волны. Она же это подкладка дождевика. Так они чипируют во сне и многих. Мало кто, наверное, допустит вероятность того, что в доме, где он живет, все или почти все жильцы чипированы галькой. В 2060-м до переезда в дом 16 я стал слышать звук шагов кого-то сверху. Мы жили на последнем этаже. После этого к нам зашли с розыска и сказали, что над вами укрывался этот девицый. Жил там полгода. Интересно, с тарелкой? Зная псевопогнусового, могу сказать, что он пятно и сразу же реагирует. С начала октября 2017 со мной маршрутки стал ездить человек, которого я видел в подъезде своего дома. Ездил он с двумя поочередно. Я видел после возле дома неоднократно. Маршрутки сидели сзади, обсуждали мою жизнь. То, чего никак не могли знать. Мой маршрут был до и с объекта. На объекте был он у соседей, где также меня обсуждал. Он с одним из тех ходил за мной и говорил сзади обо мне. Их видел мой знакомый и слышал, что они говорят. Где-то в середине октября я сдал обед. Тамнешняя предыдущая хозяйка выжила из ума. Я слышал, что, наверное, закопала деньги за продажу квартиры. Если так, то и скорее всего откопали, она под террором, вероятно. В общем-то, я стал наблюдать спектакль и актерскую игру. Уходя из дома, я видел много раз, как девушка, сидя с ребенком, полностью закрывала лицо своими волосами. Еще летом 2016 года я слышал разговор за окнами о том, что сосед наблюдает за соседом, он же это и рассказывал. Я стал видеть и слышать обсуждение моей личности. Везде, где появлялся. Конечно же, это все исходит от их агентов. Они начали всерьез играть со мной. В октябре 2017 возле объекта показалось авто гнусалу на аварийке. Он стартанул, когда его заметили. Естественно, это провокация ради давления на психику. Авто это черного цвета, Grand Cherokee, с номерами КГ-1. Я видел его и на Мичурину возле подъезда и возле нынешнего дома и нынешнего места жительства. Последний раз в декабре 2019. На следующем объекте я слышал через входную дверь голос того попутчика. Там же, возле двери в предбаннике, я видел гнусалу. Кто спросил, не нужна мне ли липецкая картошка? Гнусалу и Гильгамеш видоизменили с 2009 года. И только в конце 19 я вспомнил, что видел именно их 10 лет назад. Они ездили за мной в маршрутке до района с того объекта и после, до марта 2018. Также с ним был один из тех двух попутчиков. В феврале они, сидя сзади маршрутки, говорили, что на том сайте, где проходит трансляция и делаются ставки, можно сделать и фото. Я тогда понимал, но не верил в это. Я Труман, за мной смотрит 24 на 7 и ставит ставки на какие-то моменты моей жизни в режиме прямой трансляции. Она из камер, эндоскопов, камер других видов. Прямо из глаз и за стен, перекрытий. То есть как в аквариуме. И таких Труманов, как я, миллионы. Но я особенный. Все обговорит, что я эксклюзивный Труман. Трансляции со мной наверняка смотрит огромное количество людей. Трумана меня назвала знакомой еще весной 2017 года. Я уже понял, что еще тогда она знала, что я чертов Труман. Я знаю, чтоб все мог переименовать меня, так как сам же и назвал в том году. Так в начале 2019 года я узнал, что я Шуман Труман. Эта знакомая по пси-террорам и закрылась ото всех. У нее абсолютно то же самое. Они уже давненько отработали все контакты. Большую роль в пользу мафии играет не общение людей-жертв. Жертв запугивают, угнетают, вызывают болезни. И они уходят вместе с окружением, так как они обрабатывают от жертвы к жертве. Еще один знакомый по пси-террорам выходил в окно. У него также шуршат эндоскопы. И, конечно, провокационно давя на психику. Я обработки немало, а понял это относительно недавно. А кто-то не понимает и всю жизнь, живет под клапаком. По непонятным изменениям в членах семьи я смог установить год-точное начало заметного пси-террора в моей семье. И это 1997 год. Соответственно, колпак с того года. И он кочует. Это уже пятая квартира. Мне тогда было 7 лет. Схема их деятельности тогда была та же, что и сейчас. И она заключается в максимальной скрытности и в создании мнений людей. Это им позволяет еще больше выставить жертву ненормальной. В том году отец изменился. Очень вероятно, что его устроили стимуляторами. Изменилось его поведение, состояние. Будто он начал назло делать то, что никому не нравится. Абсолютно непонятно, почему он вдруг ни с чего менялся. Это происходило года до 2017. Больше всего таких изменений было с 1997 по 2005. Воздействие, понятно, имеется на всех все время. Отец – это самая большая жертва пси-террора в моей семье. С ним работают через образы. Ставят кино во снах. И он в это верит. В общем-то, ему постоянно крутят образы. Еще тогда он занимался ремонтами, вероятно, встретил сотрудника, которому показались интересные его мозги. Так как он умеет нестандартно мыслить, и тот решил осмотреть его мысли и образы, вероятно, тогда это была тарелка. Тот сотрудник, вероятно, решил поставить эксперимент на датсон, так сказать, разогнать его мозги, используя стимуляторы, невероятно сильные. Изменения в нем были налицо с 1997 года. Он не спал, был на зволе. Я просматривал фотографии тех лет, и мне все стало ясно. Он много знает, много анализирует. Ты можешь предложить свое видение, которое отличается от общепринятого. И эта интеллектуальная информация снималась с него и шла куда надо. Ему постоянно писали по интернету, предлагали много чего и прочее. Он давно знает, что за ним следил. Помню, слышал под ТВ речь президента в 2010 году. Она точь-в-точь состояла из фраз, которой говорил отец за две недели до этого. Так было не единожды. Мне понятно, что есть аналитический центр, куда сливается информация с мозгов людей и обрабатывается. В принципе, все поработают, исходя из мнения общества. Так жертва обосновывает происходящее с ней, не думая, что это воздействие. Усиление воздействия из-за каких-то переживаний или мнения, что у меня так из-за того события, что было ранее. Они играют на этом, смотря мысли образа человека. Но даже они могут не принадлежать человеку, не говоря уже о событиях. Они постоянно разыгрывают варианты, имея все возможности для создания обстоятельств и т.д. Могут стравливать, рушить отношения, в том числе через агентов, менять людей, провоцировать. Над жертвой работают несколько групп. Они могут меняться со временем, но террор никуда не уйдет. Они просто будут разыгрывать все время, меняясь в подходе. Цель одна – травля, очернение, дискредитация жертвы в глазах общества, сведения постоянно с ума, пытаясь постоянно подставить либо даже довести до самоубийства. Все понабирается в агенты, в том числе среди сидевших психически ненормальных. Они все амфетаминовые наркоманы, так как им нужно не спать и много разговаривать. Это стимулятор. Эти больные люди имеют технологию, защиту и возможности. Им по кайфу калечить судьбу людей, находясь в тени за стенами. Они работают, их очень много. У WhatsApp пропадала информация из компьютера, тоже интеллектуальная. Приходили сообщения с единичного варядного просмотра. ФСБ наблюдает за вами и все в таком духе. Видео с единичного варядного просмотра, обработанное и с моим участием, то есть комбинированное. У них есть целый отдел по обработке видео. Это распространено в пситерроре. Их показывают всем, кроме жертвы. Так они очерняют в траве. Я уверен, что каждого члена семьи ослабляет, вызывая рак, онкологию, спецвеществом, слизь. И не только. Ваш брат тоже жертва. Его доводили все опыда суицида, недомогания, окаменения. Я понимаю, что на него воздействует. Да еще и столько лет. Когда ему было, может, лет десять, он не мог встать месяцы. Ему брали все возможные тесты на состояние здоровья. Им показали, что все в норме. После того, как ничего не нашли и ничего не оставалось, как прекратить воздействие. И все стало нормально. Мне при помощи седативных не позволили проснуться вовремя. Я просыпал. Я просыпался пару раз с нарисованными дорогами. Эти инъекции на руках. Эти инъекции выглядят как царапины. Такие красные. Ну, сантиметров, может, десять в длину. И по мере заживления этих царапин я видел, что они стоят в маленьких точках. Они вышли на родственников недавно в плане открытой фазы, найдя отвод, что умерли у них члены семьи. И у них от этого якобы помутило в сознании. Подстраивают и подстраиваются. Причина для открытой фазы либо же частично может быть любая. Она лишь всегда будет исходить из мнения, которые есть в обществе. Примет или это. Какой-то устой. Не важно. Главное, чтобы это походило на правду. Могла ли она сойти с ума от смерти мужа? Могла. Ну, типа того. Так и будут говорить. Агенты будут повторять эту ситуацию со многими. Они создают это общественное мнение изначально, исходя из частного, но успешно прижившегося. Сами псиопы никаких голосов в головах не имеют и не могут иметь, хоть и и нормальные. Не верят в Бога, но могут вдаваться за него. Верят в научные знания, в технологии. Я уверен, что число действительно психически ненормальных невелико, но они особо опасны. После тех объектов будет следующее в ноябре 2017 года. Там типа жила ведьма. Я сразу услышал обсуждение меня с соседями и звуки эндоскопов. И видел. В подъезде я видел того, кого увидел с сентября по марте 2018. Всего год спустя сказал, что это сын соседки. Я припомнил и понял, что они действительно похожи. Там два раза включалась вода в ванне. Второй раз я открыл дверь в коридор и увидел силуэт, просто смолого гигамеша. Я испугался, заблокировал эту дверь и заорал. Гнусава говорит, что это было очень весело и все смотрели. Эти псиопы-демоны вообще радуются, когда кому-то плохо. Травят, вызывают болезни, ломают судьбы и смотрят на это. Как люди умирают и мучаются, подстраивая смерть и несчастье. Проживает психофизическое состояние жертв Трумана, используя для этого нейрошлем. Они ставят трагедии, режиссируют их. Они же сценаристы и актеры. Каждый из них сам решает, как поступить. То есть у каждого есть полный спектр возможностей. У каждого члена мафии есть свой уровень. Соответственно, есть вышестоящие над другими. Примерно за пять лет поднимаются на десять уровней. У многих из них есть доступ к адресу, камеры внутри помещения, видеозвук, деколпак. От чипа нужен код. Они чипируют, постоянно заносят коды от доступа для доступа к мозгам в свою базу. То есть будет выход на каждого через чип галька. На них нейрошлем, в которых они в полупрозрачном смотрят образы. Агент на улице использует телефон с двумя экранами. На одном трансляции образов с квантового компьютера, а на другом просто сенсорный экран для взаимодействия. Образы в полупрозрачном. Одновременно смотрят картинку с мониторов. В ухе наушник, его не видно. В нем трансляция мыслей и указаний для агентов. Абсолютно все ходят с ним. На рту заглушка. Она полностью глушит звук речи оператора. То есть соседи, которых не слышит никто, кроме того, на кого они вышли. Подвязаны у них и дети, и старики, и ребенок лет семьи. Также обрабатывают. В записи у них имеется абсолютно все, что они наблюдают. Они знают все о наблюдаемых. Тогда на том объекте, в ноябре 2017, все контактировали с работающим телевизором или холодильником. Либо с любой другой техникой, нося путаницу. Лишь через полгода открыто. Я знаю, что есть видео, которые показывали очень многим. Соответственно, они сами решают, кому что показывать и с какой целью. Конечно же, доступ к местам хранения видео только у них. Они показывают, и просят не говорить об этом мне. Потому что я Труман и не должен знать об этом. Прям как в фильме. С того времени я периодически слышу от себя, случайно встречных, что те говорят обо мне, смотрят на меня. Но лично мне не говорят ничего. Это старики и дети в том числе. Незнакомые говорят, о чем я думаю. Продолжают мои мысли. Это и соседи за окнами. Идут за мной. Встречают глазами обсуждениями на дороге. Это все началось в том октябре 2017. Но я замечала ранее, года назад. Но совсем не так часто. С той осени соседи, где бы я ни был, обсуждали меня по Витоке. В Витоке началось позже ясный контакт. И реальное их общение отпало на 99%. То есть я слышал их в квартирах. Особенно через вытяжку. Особенно, когда был один. В октябре парень дернул ручку в кадром двери на объекте, а через месяц в мою квартиру. Типа ошибся. Естественно, они все связаны. Иного быть не может. Звуки шуршащих эндоскопов, появившихся в той осени для давления на психику. И столько лет смотрели полю с бесшумными эндоскопами нитка. Их толщина всего один миллиметр. Я видел абсолютно все их эндоскопы во многих квартирах. Что они называют ниткой? Я узнал по Витоке. Они действительно выглядят как белые нитки. К слову, названия многих примочек очень простые. Я догадывался в догадке о оправдываюсь. Разница, где находится жертва. Нет разницы, где находится жертва. И мало ли такие. Нужно смотреть из камер, постоянно записывать. Травить и давить на психику, акустически и живой речью. В подъезде стоял. Стояли кто-то. Обсуждали меня. Спецом давали знать, что они там. В той паршивой с ней, я так и говорил, началась черная полоса. Собственно, пти-террор – это постоянное давление на психику, ряды печали. Абсолютно ничего хорошего. Человека доводят, везде пасут, строят козни постоянно. Я много раз уже мог попасть. И было так, что поддавался провокациям и попадал в заранее поставленный капкан. Это капкан ситуации с людьми. Я уже понял, что много нехороших ситуаций в жизни моей семьи, в особенности провокации в отношениях моих родителей и меня за многие годы – это их агенты. в том числе и влияние их воздействия на членов семьи, то есть ситуации внутри семьи. Это и есть пти-террор. Люди и ситуации. Я уж точно понял, что неудачи, плохие события не могут быть без влияния извне. Возможно, как и наоборот. Все заранее расставлено, и главное – не попасть. Их игра очень хитрая. Через них многие прошли, и в них очень большой опыт. Все у них продумано, и схем множество. Они, как муравьи, участвуют в спектакле и знают, что нужно сказать, так как в ухе наушник, а в нем оператор. То осенью они, как я уже понял, хотели закрыть меня в тюрьму на годы. И по их плану весь мой круг должен был уйти. То есть семья, знакомые. Чтобы никто мне не помогал, чтобы ужасно страдал, и не думал, что вообще вышел. Так же, как мне уже понятно, сначала они забирают родителей и смотрят, проживая психофизическое состояние через нейрошлем. Они проживают в состоянии страдания, им это просто нравится походу. Так что, если у кого случилось подобное, не дай бог, если тот, та освободилась и освободилась, оставшись без ничего, в том числе недвижимости, то это неспроста. И, вероятно, это пси-террор. Все, постоянно желаю закрыть меня, повторяю, добрый вечер, доброе утро. Это когда к тебе приходят сотрудники. Я не думаю, что их план куда-то ушел. Просто к нему припрессовались люди. Так же целью гангсталкеров любых стоит целью выстрелить жертву психически ненормальной, то есть желательно, чтобы ее признали невменяемой. Не описать эти провокации. Они в основном связаны с соседями и ситуациями. Когда я остаюсь один, и типа все должно происходить случайно, не означая совпадение. Когда жертва остается одна, либо в комнате, начинают появляться звуки. В частности, это постоянно происходит над жертвой. То есть сталкер ходит над жертвой, постоянно производя шумы, комментируя это по ВТК. Начинаются разговоры, вытягиваются эндоскопы. Кстати, если вдруг показалось, что где-то будто ниточка на мгновение, то это не показалось, это эндоскоп. И нитку они могут черно перекрасить. Все так, чтобы это замечала, наблюдала ли жертва. Главное для любого сталкера оставаться скрытым, быть в тени. Вдруг появляются жильцы в пустой квартире, голоса, дети и запахи еды. Прокладоны очень изощренные и многоуровневые. То есть одно движение слова жертвы тянет за собой многовариантные из-за развертки событий. Они, актеры, постоянно исполняют, играя роли. Человек, на которого не точат зубы и не пытаются проложить, и не поймет, может. Но попавшие в это все понимают, и постоянно прикидывают варианты разверток событий. Они моментально реагируют. У них есть множество готовых подложных ситуаций и их разверток. Они на связи друг с другом и принимают опыт. Я попал в эту игру, но играют со мной, и я ничего не могу с этим поделать. Проклятая аудилка, V2K, все постоянно делает мне мозги. Хотел бы просто тишины, но это невозможно. Они имеют каждому подход, знают человека, так и наблюдают его долгое время, и способы могут отличаться. Мне, к примеру, не включают кино, образы не ставят. Ставили лишь несколько раз. Я точно смогу понять, что это их образы, а не мои. Я отличу эти четкие посылы. Они очень хитро подходят человеку, чтобы тот не понял ничего. Я живу в Пси-терроре много лет, а понял по аудилке. Это бескомпромиссные маркеры, постоянные. Вероятно, со мной ранее работали через образы. Ставили кино во снах. Меня вели, как придут любую жертву. Постоянно фразы Псиопа. А если? Варианты прикидывают. Я так хотел сделать. Я так могу сделать. Они могут сделать все, что угодно, и это только нехорошее. Главное, чтобы никто не заподозил третью силу, коей они являются. Знаешь, что с тобой может произойти? Я вспоминал происходящее в моей жизни и понял, что нас все-таки облучали. Особенно в той квартире до переезда в 2009 году. Случай с братом, когда он попросту не мог стать, вероятно, было следствием постоянного облучения и не в один месяц. Я понял, что вы часто облучали, вредя здоровью. В случаях с облучением, связанных средством здоровья, кроме запоминающихся, должны были иметь место быть и не запомнившиеся случаи. На той квартире возникали проблемы со здоровьем. Не облучали, вызывая проблемы с сердцем, дыханием ЖКТ. Особенно в 2008 году. Припомнил, что отец видел в твоей квартире каких-то духов и что-то вроде многократно. Да и вообще он для нас казался каким-то помутившимся. Я тогда почему-то рисовал в основном демонов. Псевопов, как раз, называют демонами. Они приносят страдания людям. У нее попросту постоянно крутили образы. Годы спустя я узнал, что меня очерняли, пока я жил на той квартире. Вообще-то была какая-то проклятая квартира. Там происходил дурдом какой-то. Я понял, что на нас обкатывали и обкатывают множество способов воздействия. Соответственно, широкий перечень устройств я еще мало знаю. Эту квартиру, что те, что там жили, после нас продали в 2012 году. Вероятно, попросту не захотели там жить. К слову, я думаю, что если бы человеку не вредили, то он бы жить мог легко лет сто. Думаю, что даже проблема с давлением – это следствие облучения, так же, как и головные боли, тем более постоянные. Средний брат очень хотел работать в структуре ФСБ. Ради этого пошел на срочную службу. Там была созданная ситуация, помешавшая ему навсегда попасть на службу органов. Причина в том, что он бы сразу же пробился и смог бы все достоверно узнать, а именно то, что мы живем под клапаком и все с того исходящего. Они никак не могли этого допустить. Враг тому же служил тем, о ком услышал весь мир. Тем, кто вдруг решил покинуть свой пост и застрелял всю семью. После смерти кошки на нынешней квартире он видел ее типа призрак и даже слышал звуки шагов от ее лапок. В городе жил человек, который уехал от преследования в Европу. Вскоре его нашли мертвым без следов насильственной смерти. И у мэтта типа сошла с ума. Еще один вдруг повесился. Я понимаю, что он просто не выдержал аудилку. То есть есть случаи с повешенными. Все знают, что возможно там мандавильный человек взял и повесился, сам оглядывается через ВТК. В принципе, частая работа так-то. Они сводят с ума, приносят страдания, убивают людей, притом оставаясь в тени. Также для начала ощутимого явного пситеррора может быть причина осложнений со здоровьем, как пример, функционирование внутренних органов. Также употребление алкоголя и наркотических средств. Пситеррор может начаться рывками. Многое зависит от осознания, обстоятельств человека. Так они исходят от мысли человека, от его переживаний. Может быть, куча поводов для выхода псиопов. Они постоянно наблюдают за людьми, многие годы, за кем-то с рождения. В последнем случае есть вероятность, что человек будет выставляться операторами и жить с этим жилком. И никто не заподозрит что-то влияние. Думаю, относительно детей, особенно действенным приемом перехвата управления речью, движениями, монтирования образов. Также идеальной жертвой для пситеористов являются старики. У них якобы возникает помутнение, рассудка, следствие неадекватных действий и поступков. Также одинокие люди, в связи с отсутствием свидетелей. Понятно, что над ними могут постоянно приколоваться. Вдобавок, сплочение соседей. А ведь человек может все рассказывать лишь именно соседу. После ухода жертвы никто из соседей может не говорить о происходящем в квартире, а именно о том, что там происходил пси-террор. Пси-операторы имитируют шизофрению. Жертву по-настоящему преследуют. Она слышит голоса. Харазмин, электронное домогательство. Видит то, что выходит за рамки. За ней шпионит. Всячески демонстрирует, что ее преследует. Делает так, чтобы это замечала лишь жертва. Дает покой 24 на 7. Разыгрывает спектакль. Постоянно провоцирует. И для мафии все это веселая игра. Целые институты работают, но все это происходит жертвость, но все то, что происходит жертвость, странным образом является лишь диагнозом. Все так подстроено. Всего этого типа просто не может быть. Но жертв десятки миллионов. И многие даже не понимают, что это методы воздействия. Их агенты ездят в отсидку на небольшие срока. Подвязывать в мафию. Общаясь конспиративно. Все по Гнусаву и Гильгамеш, так и вошли в мафию. О чем я узнал поют такие. Естественно, и там могут иметь с инженированные телефоны, либо просмотры мысли и образов. Само собой, они должны быть постоянно на связи с мафией. Вообще, с того года до 1997 года отец начал считать, что происходит что-то мистическое. Считаю, что какие-то колдуны на него воздействуют. Да и уже несколько лет спустя стал жить на какой-то паранойю. Оно и понятно. Еще тогда он сознал, что-то обратил на него внимание. Они любят делать сюрпризы. И делают их до сих пор на праздники. С того, с 1997 года на отца и воздействовали каждый праздник. И, уверенно, утравили. И тот портил его всей семье и очень много лет. И меня они устраивали на праздники. К примеру, было так, что помешали искупаться на крещении, поменял дату на телефоне. Потому что потом дата стала верной. С временем они прикалывались с весны 2018-го точно. Я считал это опять же мистика какой-то. Пошли секунды в секунду. Чудесным образом я попадал вовремя. Лежа, думаю, вот встану сейчас и будет ровно 12. Иду смотреть на часы настенные стрелочные и было точь-точь и неоднократно. Только сейчас я понимаю, что это было построено. Выключались звуки на телефоне мне и матери. В итоге мы просыпали по будильнику. Так было не раз. Приходили много раз сообщения на телефон. Причем это было ясно по затуханию музыки на нем в момент прослушивания. Но тех не было видно. Гид-то оставляли, чтобы я их видел, вероятно. Пропавшие аккаунты появлялись с другими ID. Были украдены и использованы. Гид переименованы. Причем я уверен, что с тем расчетом, что типа это я сам. Около 150 минут пропадало с тарифа. Уходило каждый месяц. С января 2020 я уже перестал отслеживать это. И расходовались на номера призраки, так как те не отображались в детализации. А те, что отображались, мне не знакомы. Среди них были с кодами других стран. И мне удалось найти на двух номерах сим-картах один и тот же канадский номер. Особенность большинства найденных номеров в том, что звонки с них переадресованы и продолжительных вызовов была нулевая. Я знаю, что я использую программу синтез речи и имитирую в точности мой голос, общаясь с кем-то. То есть, они имитируют какую-то двойную жизнь, в которой я не живу. Какие-то номера оставляли вбитыми в телефоне. Я находил дома их сим-карты. Были отличные на одну лишь цифру от моей, нанесенной на самой сим-карту. Сим-карты, что я использовал и меня не выкидывал, все пропали. Успевал переписывать номера с детализацией нечасто, они почищались на глазах при перелистывании страницы. Приходила и уже почищенная. Я делал распечатку в салоне связи и удивился найденному. Вообще, я нашел немало киберпреступлений. И киберпсеррор – это очень объемная доля их деятельности. Да и уже понятно, что все это происходит давно. Вероятно, в отношении всех жертв руманов у них, то есть и моего окружения, как минимум. То есть, они создают видимость второй жизни у человека, который становится оперативной информацией, которую вам, как известно, никто не раскроет. То есть, вы, в свою очередь, даже не узнаете об этом. Устройства с сенсорным экраном они имели до появления их в широкой общественности, когда их еще не существовало. Они держатся в тени и дела теневые. Они облупляют человека ресурс и, можно сказать, воздействуют и, можно сказать, создают его кибердокументальный аватар. Жертвы не догадываются об этом. В этот аватар может быть вложено что угодно, и что угодно может быть на него оформлено, как мертвые души. Мне удалось пробить паспорт, что они мне сделали, который я в руках не держал. Там те же личные данные, но имеется вписка с содержанием, что я попал в дурдом в 19 лет, не вменяемый и стою на учете. Цель гангсталкинга – выставлять жертву всяческие, психически ненормальные. Возможно, мне сделали не один паспорт, да и вообще даже интересно, сколько всего они ко мне привязали. Паспорт этот они привязывали к моим аккаунтам. Уверен, таким образом они берут кредиты, банковские карты и прочее. Уверен, что везде фигурирует электронная роспись. Прикол в том, что у меня нет паспорта и никогда не было. Я его не получал, так вышло. В этом 2020 году мне отклонились заявления о премии в гражданстве РФ на основании статьи 41.3 с применением статьи 41.1 пункта ФЗ номер 62. Справку я выложу, так как в это сложно поверить. То есть, я не являюсь гражданином какой-либо из стран, могу им являться лишь по праву на следствие страны, в которой я родился. То есть, в СССР. Но такой страны не существует. То есть, я никогда не получал паспорт. Паспорта, документы, вероятно, черные, то есть, не учтенные. Их не существует, но их активно используют. И понятно, что я такой не один. Там указаны ваши личные данные, но остальное фальшивое может быть. Прописка и будет иметь список, что вы психически ненормальный. Я не представляю, как будет работать с электронной базой. К тому же, есть знакомый, который заметил. Он в точно такой же ситуации. Пси-террор. Что его паспорт был подменен. Там теперь написано, что он выдан другими. И нет страницы с пометкой о психическом нездоровье. Но понятно, что при пробивании там эта информация будет. Что самое удивительное, об этом ему не скажут. То есть, люди живут и ходят с такими паспортами, не подозревая, что те подменены. Понятно, что это может относиться к большому количеству людей. Это делается для дискредитации и страховки, дабы никого не просить. Могут просто повесить трубку, пробив вас. Типа, псих какой-то звонит и нечего его слушать. А он жертва психи-террористов, да еще не узнает, что его номер привязан к такому паспорту. Я уже понял, что они хитрые, как дьявол, который, как известно, хочет, чтобы люди думали, что его не существует. Да они, собственно, именуются демонами, эти психи-террористы. У них дьявольские технологии. Технологии света, то есть квантовые. Они все страдания и разрушения. Их и подвязанных под них действительно очень много. Все на самом деле очень непросто.